Жители Славянского района, чьи родственники погибли при освобождении Крыма в годы Великой Отечественной войны, побывали в местах боевой славы, смогли поклониться могилам своих отцов и дедов. Многие только в этом году узнали, где похоронены их родственники. Поездка была организована Славянским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры при поддержке районной администрации в рамках акции «Ты где лежишь, погибший мой отец». По местам боевой славы отправились более 20 славянцев. Они возложили венки к памятникам и мемориалам, посетили могилы погибших родственников. Некоторые только в этом году, благодаря работе поисковых групп, смогли узнать, где похоронены их родные. Евгений и Валентина Ардзеевы приехали из Голубой Нивы. При освобождении Керчи 21 января 1944 года погиб их дядя Георгий Соломонович Ардзеев. Все это время он считался без вести пропавшим. Наш папа искал могилу своего брата 73 года. Мы не знали, где находится. И когда мы узнали, конечно, это для нас, как говорится, радость со слезами на глазах. Так что мы теперь знаем, где похоронен наш дядя. Можем в любое время, мы здесь недалеко живем, мы из Краснодарского края сами. Хотя бы можем поклониться его памяти и горе. При освобождении Керчи погибли десятки тысяч воинов. Беспрецедентным примером мужества и героизма стали защитники города, которые вели партизанскую войну, скрывшись в Аджимушкайских каменоломнях. Более 170 дней без света, воды и еды они героически сражались, не сдаваясь врагу. Из 10 тысяч защитников в живых осталось только три. Участники поездки также посетили памятные места и братские могилы в поселке Ленино, Глазовка и Юровка. От Российского союза ветеранов родственникам погибших воинов вручили ордена доблести. Анна Монастыренко, Павел Трифонов, Сергей Тимовский. Программа «События».